Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok вот параметр будет масса ну пусть даже делить на лянда КХД но это полная масса у кварка она складывается и динамической массой и маленькой токовой массой тогда это все равно будет не маленькая величина порядка 1 поэтому сам факт появления динамической массы порядка лянда КХД у кварка он сильно нарушает вот эту кератную симметрию но в действительности если уметь с ней правильно обращаться то от нее очень много следов остается это отдельная большая история завязанная за пимизон я сейчас не буду об этом больше по ходу дела нам придется говорить ну тогда я поговорю ну вот и последнее на что еще раз хочу обратить внимание что как в динамике так и в КХД левые и правые кварки с глионами и с фотонами взаимодействуют одинаково и только в массах ну в смысле при любых массах они с глионами и с фотонами тоже взаимодействуют одинаково то есть что касается цветовой симметрии или электромагнитного взаимодействия то масса эти взаимодействия сама по себе не нарушает калибровочная вариантность вот здесь например по СО3 колорному она массами не нарушается это разные совершенно вещи колорное преобразование и флейворное преобразование это разное пространство понимаете они независимы поэтому по отношению к колорным взаимодействиям к КХД или по отношению еще к фотонам в электродинамике масса ничего сами по себе не нарушает они нарушают только какие-то флейворные симметрии если они не равны друг другу или не равны нулю это раз и второе дискретные симметрии есть еще подчетность зарядывается черность и обращение времени есть ТПТ-тиорема которая держится на общих на самых общих свойствах типа там Лоренцин-вариантность унитарность причинность может быть не помню хотя это уже унитарность и причинность тоже связаны локальность вот типа локальность Лоренцин-вариантность и унитарность уже из этих трех условий можно получить что произведение трех дискретных симметрий СМД есть инвариантность любого Лагранжана который локальный Лоренцин-вариантный и унитарный теория но отсюда не следует что отдельно С отдельно П или Т должно выполняться но ПХТ в электродинамике отдельно выполняется сохранение Б отдельно С и отдельно Т это понятно Вперед Лагранжан делаем например инверсию координат это ПЧ ну и смотрим как преобразуется Фермион известный как преобразуется Грион известный Лагранжан в электродинамике это значит что почетность сохраняется в электродинамике то же самое берем делаем преобразование зарядного сопряжения оно заменяет частицы на античастицы тоже оставляем преобразованные поля и видев что Благодаржан и в ПХТ и в электродинамике поэтому и в электродинамике и в ПХТ сохраняются следы по отдельности отдельно П-четность отдельно Ц-четность и отдельно Ц-четность это важно потому что сейчас слабые взаимодействия они уже у нас не будут сохраняться так что я на это обращаю особое внимание все пожалуй переходим к слабому все стираем так ГХТ что подразумевается подразумевается он входит в составную часть полную стандартную модель она состоит из ГХТ плюс слабое взаимодействие плюс электромагнитное взаимодействие вот эти все вместе называются стандартной модель только гравитация не входит так сначала надо перечислить какие есть поля входящие в Агренжан и какие там будут симметрии поля делятся на три круга первое векторные поля векторные поля обычно я начну не с полей а с симметрией сейчас симметрия сейчас я скажу что и что произведение трех независимых круг это обычная колорная наша сутрика Хедешина вот эти произведения означает что эти преобразования к друг другу не имеют отношения они делаются совершенно независимым понятно поэтому это не есть настоящее объединение настоящее объединение когда у вас была одна всего группа и она бы все перемешивала а тут она разбивается на три варианта подпространства если колор крутится отдельно это называется группа слабого из-за спины она крутится отдельно а это называется группа слабого гиперзаряда она тоже отдельно эти две группы не амберевские а это амберевские вот ну поскольку это обычная колорная сутрия я про нее ничего больше говорить не буду про нее только что много еще сказали поэтому речь идет о новых вот этих симметриях слабые за спины слабый гиперзаряд это симметрии завязанные за вращение флэйвора а это вращение колорова так теперь еще одно это не просто глобальные группы это локальные калибровочные группы ну СУ-3 голорная она и в КХТ калибровочная то есть углы поворотов независимые в любой точке можно крутить отдельно но СУ-2 и В-1 вот эти это тоже локальные калибровочные преобразования а не только глобальные это более намного сильные симметрии так из лагрежа должен быть вариант по отношению к этим всем преобразованиям локальные ну и совершенно ясно что для того чтобы у вас была локальная симметрия калибровочная нужно чтобы были соответствующие векторные калибровочные поля аналог фотонов и глионов которые будут эту локальную симметрию обеспечить это понятно но поэтому они тут и есть конечно поэтому смотрим кроме 8 глионов я уже о них не буду говорить с этими все ясно они какие риски такие есть поэтому будем говорить только об этом по этой группе слабо из-за спина есть три векторных поля это из-за вектор то есть это присоединенное представление группы СУ2 у нее три генератора здесь 8 здесь 3 и здесь один генератор вот если бы у нас было вместо цветной СУ3 цветной СУ2 у нас бы тоже было не 8 глионов а 3 так вот это аналог только это другая группа независимая то есть вот ее глиозы это 3 дуглевые бозоны понятно а здесь один который обживается например БМЮ это аналог фотона но это не фотон буквально он аналог то смотришь это Аберевская группа у этого есть 4 векторных поля и взаимодействие ну например явно что раз это калибровочная группа то например БМЮ при преобразовании из этой он будет внести себя аналогично фотону он будет добавлять вот такую перекалибровку а вот эти будут вести себя аналогично глиозом то есть если я возьму ТА ВА где А пробегает значение раз два три это три генератора группы слабого за спину а это матрица три на три зависящая от Х ну короче все то же самое что только что говорилось про цветные глионы здесь будут на их их роль играть вот эти три штуки WD и только разница в том что вместо группы СУ3 будет группа СУ2 у нее всего три генератора а не 8 а здесь это амберевская симметрия аналог электродинамики это векторные болезни что касается материи вся материя делится на кварт и лептоны это фирменная часть материи ну поэтому весь вопрос сводится тому что нужно задать по каким представлениям этих групп преобразуются в нашей материи вот например по цвету вы задали что кварки преобразуются по фундаментальному представлению трехмерному у кварк красный синий зеленый это вы задали представление группы с экологами надо задать представления ну тут не представления просто завет надо задать вот это а здесь надо задать представление так вот вот это начинается непривеное значит все кварки делятся на три семейства И не просто делятся. Одно семейство выглядит так. Вот это нести за дублет, состоящий из левых удых варков, подчеркиваю, левых. Не полных четырех компонентных, а только левых. И это из-за дублет по С2 вот этой. Не путайте с сильным из-за спина. Сразу скажу, чтобы было понятно. Например, правый кварк, это из-за сим-клес по слабому из-за спины. А по обычному нашему КХТ-шному за спину, левый и правый кварк одинаково имеют из-за спины. Сильная одна вторая. Понятно? Так что это совершенно разные из-за спины. По отношению к слабому взаимодействию, по отношению к тому, что есть КХТ. КХТ-то была внешняя симметрия. Не было никаких W-базонов и флэйвор торчало просто наружу. Саимодействие было только через колор. А здесь взаимодействие W-базонов идет именно по флэйвору. Но это взаимодействие разное для левых и для правых. Поэтому все не так. И не надо еще раз повторять. Сильный же спин, который одинаковый. Что у левый имеет же спин одна вторая сильная, что у правый. И можно их объединить с трех компонентов. У левых имеется за спин одна вторая, а у кванка. Независимо от того, у него спин по или против. А по слабому взаимодействию, они совершенно по-разному взаимодействию. У левых имеется за спин одна вторая, у правых имеется за спин 0. Слабый за спин. То же самое относится к Д. У него тоже слабый за спин 0. Те частицы, которые имеют слабый за спин не 0, они универсально взаимодействуют с W. W взаимодействует со всеми частицами, имеющими ненулевой слабый за спин. Так же как фотон взаимодействует со всеми частицами, имеющими электрический заряд универсальным образом. Так же как глион взаимодействует универсально со всеми частицами, имеющими цветовой заряд. Взаимодействие определяется калибровочной симметрией. Моя сейчас напишет. Так вот. Первое семейство включает в себя еще раз. Вот этот слабый за дублент, состоящий из левой ходы. И два из-за синклета, состоящие из права. И это кварки. Еще входят лептоны. Вот это лептоны и задублент. Тоже состоящие из левого нейтрина и левого электрона. И тоже синклеты. Правая нейтрина и правый электрон имеют слабый за спин, равный нулю. Вот это называется первое семейство в Хамиле. Дальше все дублируется три раза. Значит, как бы их покомпактнее. Вот это два из-за дублета, кварковые электроны. А это синклеты. У правый, Д правый, не правый, Е правый. Вот это все есть первое семейство. Дальше все-таки с другими буквами. Во втором семействе. На месте УД стоит СС. А на месте не УЕ, вот тут надо только индекс навесить. Это называется электронная нейтрина. У нас три нейтрина будет. Электронная, мионная и так. Вот. Тут тоже будет. Ну, может, я ему сверху тогда индекс навешу. Вот это второе семейство. Сразу скажу, что все семейства абсолютно одинаково взаимодействуют с этими векторными полями. А массы в них разные. Это загадка природы. Почему взаимодействие одинаковое, а массы разные. И третье семейство. ТВ левые парки. И здесь стоит НЮТАУ. И ТАУ электрон. Тоже левые. И, соответственно, правый семейство. Т правое. Б правое. НЮТАУ правое. ТАУ правое. Вот все три семейства будут абсолютно одинаково взаимодействовать. Та же, например, как миомизон и электрон с фотоном взаимодействуют абсолютно одинаково. Заряд у них одинаковый. Значит, и взаимодействие с фотоном одинаково. А массы в мионов здесь гораздо больше электронов. Неизвестно почему. Так вот, эти все три семейства лагранжан будут входить у нас абсолютно одинаково. Это называется универсальность. Ну, теперь можно написать уже лагранжан. Значит, он должен быть иметь такой вид, чтобы вот эта локальная симметрия калибровочная была его инвариантностью лагранжан. Поэтому пишу. Это настолько сильная симметрия, что она полностью забивает однозначно весь взаимодействие. Вот, например, здесь восемь глионов, но все взаимодействия цветные описываются одной общей константой связи. Понятно? Здесь тоже одна константа связи для трех W. Но она уже независима от этой. Это другая константа, потому что это прямое произведение, это независимые взаимодействия. Это не одна группа целая. Тогда была бы вообще одна константа. Поэтому тут будет три константа. Значит, хорошо. Я его пишу для первого симметрия. Второе, симметрия, третье. Получается просто переобозначение. Ну и массы только другие. С массами отдельно. Значит, пишется так. Ну хорошо, напишем. Минус одна четвертая. Ж меню А. Ж меню А. Это восемь глионов. КХДшень. Дальше пишем. Минус. Это можно стереть. Аналогично. Одна четвертая. Ф меню А. Ф меню А. Ф меню А. Это три говаревые. Ф меню А. Ф меню А. Заканчиваем. Ф меню А. Ф меню А. Явный вид. Вот то, что в группе СУ-3 было F РБЦ, антисимметричное Здесь её роль играет Эпселя на ВЦ, где индекция ВЦ, здесь пробегает значение раз-два-три, а здесь восемь значений, в колы Это нормальная неабельская напряжённость, стандартная только по группе не СУ-3, а СУ-2, вот вся разница А это общая константа связи Ну и наконец, напишем АПЛЕВСКУЙЧЕСЬ Вот такая АПЛЕВСКУЙЧЕСЬ АПЛЕВСКУЙЧЕСЬ Чтобы это были калибровочные вариантные вещи, должно всё выражаться через напряжённость, стандартно АПЛЕВСКУЙЧЕСЬ Так, теперь дальше. Дальше идёт заимодействие кварков и лектонов с этими всеми калибровочными полями Я пишу только для первого семейства Семейства А это как целый обозначим лептон левый Это кварк левый, а это лептон левый Как строчка, как столбик Так Тогда взаимодействие выглядит так Например, кварк Кварк с чертой И Д Кварк Только левый Это калориатная производность, она должна обеспечивать калибровочные варианты стандартным образом Сейчас моё распишем Ну и то же самое, лептон левый Лептон левый Сейчас начну расписывать Как выглядит калориатная производность для левого кварка и для лептона Она Её вид однозначно забивает калибровочные варианты Начнём с лептона И он, потому что с левыми не взаимодействует У него короче производность Поэтому То что написано кратко вот так Это и есть И тут стоит строчка напряжённая. Нью-ди. Теперь я тут напишу явно что левая. Дальше стоит производная. Гамма-мю. Тут стоит и диапазон х-мю плюс. Значит, лептон с глионами не взаимодействует, они сюда не входят. Но это из-за дублей. Поэтому взаимодействует с 3-мя-дублей-вэн с константой g. И тут стоит генератор, который является... Матери Зайпауле Бабаласова. Это по группе Су-2. Понятно? Поэтому это Матери Зайпауле. И заспит одна вторая, короче. То же самое, что спит, только и заспит. Так. И, наконец, он ещё имеет гиперзаряд. И тут будет константа... Допустим, займём г-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Так принято нормировать константу G. Вот обратите внимание, это не допускает никакого переопределения. Тут стоит генератор таубабалам. А в Абилевском случае, что такое Абилевский заряд, вещь, которую можно на константную слеза переопределить. Ну вот так принято вводить константную жестрих, а это величина слабого гиперзаряда, лептона. Ну и, наконец, дальше состоит левая единица минус гам опять пополам. И тут стоит ню-черю. Вот это, понимаете, умноженное на единичную матрицу. Это все матрицы 2 на 2, потому что они действуют за дублением. Понятно? Но только единичную не пишут, что это единичная матрица. И это единичная матрица 2 на 2. А это не терпиальная 3 матрицы по Оли 2 на Коль. Сумма по А равна 1,2,3. Это стандарт. Это понятно? Тут никуда, даже деться некуда однозначно зависит. С точностью до какой-нибудь двойки, которую можно загнать, когда тебе не заказать. Это для лептона. Чем будет отличаться для кварка? Здесь надо бухгую поменять. Здесь надо бухгую поменять. А сюда надо добавить глионы. Какой мы буквой глионы? Так что ли писать? Он добавит взаимодействие кварков с 8 глионами. Понятно? Это накокодешное взаимодействие. Ничего нового в этом нет. А у лептона его нет. Он только узглённый и не взаимодействие. Сбудрится и разница. Это 8 генераторов, 83 колодки. Только что об этом мы говорили. А это 8 приводных полей. А это сильная константы связи же есть. Поэтому у нас 3 константы связи в соответствии с тем, что у нас 3 независимых группы. Если мы это всё вместе вложили в одну общую группу, это называется Grand Renification, Большое Объединение. Ну, например, есть вариант, что это всё вместе можно вложить в одну общую группу СОП. А это будет как её подгоровка. То тогда, если бы у нас была СОП-5 калибровочная вариантность, то у нас была бы одна всеобщая константа на всю теорию, а не 3 отдельных. Понятно? Всё было бы намного более жёстко забито. Но, к сожалению, стандартная модель, она именно вот так сейчас выглядит. А если это есть, то оно реализуется только при энергиях 10-15, может быть, не будем об этом говорить. Поэтому забыли. Я просто говорю о том, почему у нас 3 независимые константы связи. Ну, что у нас 3 независимые калибровочные группы. Так. Вот это будет то, что понимается под Т большим. Понятно? Вот это. Ну, теперь в качестве примера напишу, например, возьмём синкетный правый квадр. Он самодействует. Ну, я не вешаю какие-то специальные индексы на эти дэкс, оно автоматически подразумевает, что вариантное производное включает соответствующие векторные поля, которые входят со своими матрицами и зарядами. Тогда будет только калибровочные варианты. Это автомат. Поэтому это выглядит вот так. И только отличаться будет, как выглядит кавариантное производное для этого изосимплетного кварка. Ну, я уже не буду писать. Значит, она чем отличается? Он с клеонами взаимодействует так же, как и левый. Потому что клеходя ему всё равно. А с W, он вообще не взаимодействует с правой квадр, потому что у него изосимплетный вариант нулю. Этого члена нет. Понятно? А с этим он взаимодействует, так у него будет другое численное значение заряда Y. Вот Y какой-то там, я не знаю, напишем здесь Y левый, а там будет, это одно число, а там будет заряд на этом месте Y правый, это другое число. Вот и ска разница. Понятно? Или писать надо вам обязательно живьём эту форму? Вопрос небольшой появился. Вот ты сказали, что у правых мы изосимплетним кулевым. Да. А почтение у правых, а не у него, или это? Не разница? Нет, есть разница. Это экстрементальный факт. А почему мы вообще не спрашиваем, откуда это вообще всё взаимодействует? Это же общий вопрос можно задать. Правильно? Вы распрашиваете только какой-то частный случай, а вообще вы можете спросить, откуда это вообще всё взаимодействует? А не откуда? Это результат там, я не знаю, 30-40-летних экспериментальных и теоретических изучений, в итоге всё, что с экспериментом, всякие варианты не согласовывались, выбросили и постепенно пришли к вот этой теории, которая согласуется со всем экспериментом. А как иначе жизнь развивается только так? Люди придумывают что-то, а потом берут следствие и сравнивают с экспериментом. Если они не согласуются, придумывали неправильно, выбрасывают, придумывают что-то новое до тех пор, пока не придумывают то, что согласуются с экспериментом. Ну, там отходят из эксперимента, да, известно? Лучше сказать, проверенные эксперименты. Придумывали теоретики, а экспериментаторы проверили, и на сегодня отклонений не наблюдается. Ясно. Любая фундаментальная теория, в смысле Лакранжа, она не выводится из предыдущего. Уравнения Максвелла не выводились из чего-то предыдущего. Уравнения Ньютона, это всё постулируется. Вы понимаете? КХТ-шное уравнение тоже постулируется. Любое фундаментальное Лакранжа по определению из предыдущего физики не выводится. Он постулируется, а оправданием служит то, что его предсказания проверяются экспериментально, и если всё хорошо, так угадно направлено. А если это не фундаментальная вещь, она должна выводиться из фундаментальной. Поэтому это всё придумано. Вопрос о том, откуда оно взялось, постепенно придумали люди. Не один человек, а много в этом участвовало людей. Там были кровопролитные истории с этим слабым взаимодействием. Потому что эксперименты некоторые были неправильные. И там были взаимодействия не такие, как я сейчас тут пишу, а там были тензорные взаимодействия. Вы видите, что тут взаимодействия идут только типа гамамюк, вот это. Или гамамюк, гамаде. Векторные или акционально-векторные. Других тут нет. А исторически, поскольку это заранее вполне известно, то люди предлагали скалярные вершины, псевдоскалярные, тензорные, типа сигма, меню, матерс. И были эксперименты, которые вроде бы подтверждают, что да, есть такое. А потом оказалось, что эксперименты неправильные. Там были страшные вещи. Исторически вот так вот всё болталось вот сюда-сюда. Но сейчас уже всё установилось абсолютно, поэтому мы уже пишем вещи абсолютно проверенные. Так. Собственно, это почти всё. То есть не почти всё, а что касается векторных полей и материи, и кварковых, вот это всё. Ну тут надо добавить только второе семество и третье семество. Это просто переобозначение. Они взаимодействуют точно так же. То есть у них квантовые числа все такие же. Единственное, что мы ещё не определили, чему равны эти гиперзаряды. Вот эти числа. Для лёгых и правых. Можете мне поверить, я не помню их сами, но проще всего. Но потом это свяжем с электрическим зарядом. Этот гиперзаряд, вот это число заряда, гиперзаряд, мы свяжем с электрическим зарядом данного кварта. Или электома. И связь будет такая, так проще. Потому что заряд электрический мы все помним. Это электрический заряд. Это третья проекция слабого изо спины. Вот этого. Например, третья проекция у левого углу, это плюс одна вторая. Понятно? У Д минус одна вторая. У правого угла ноль. У правого Т ноль. У него изо спины ноль проекция ноль соответственно. Поэтому вот это есть и три. А вот это гиперзаряд, который тут стоит. Ну и тогда можно теперь посмотреть, чему он нравится. Например, гиперзаряд у этого дублета, гиперзаряд это же отдельная вещь. Это заряд отдельно, он не имеет никакого отношения к изо спины. Поэтому если у вас тут изо дублет, то у обоих членов изо дублета гиперзаряд должен быть один и тот же. Это понятно? Это внешняя симметрия по отношению к этому изо дублету. Ну поэтому можно гиперзаряд найти по этой формуле, исходя из У-кварта. А можно из Д-кварта, а то это должно быть один и тот же. Ну проверим. Например, У-кварта левого. Заряд две трети. Проекция за спину у него плюс одна вторая. Это верхняя компонент изо дублета. Ну и тогда мы найдем его гиперзаряд. Значит, что получится? Умножим все на два, это будет четыре третьих. Ну чему разница? Одна третья? Сейчас. Одна вторая плюс одна шестая, это три шестых. Четыре шестых, две трети. У У-кварта получается гиперзаряд у левого У-кварта. Сколько вы сказали? Одна третья. Теперь на Д-кварта напишем. У него электрический заряд минус одна третья. Проекция за спину минус одна вторая. А гиперзаряд должен быть тот же самый. Проверьте. Если сюда подставить Y одна третья, это выполнится? Если перенести, будет одна вторая, нет, одну третья, а та шестая, равно одна шестая. Выполняется. Значит, гиперзаряд вот этого левого дублета одна третья. Вот тут будет стоять число, вот это, равное одной третьей. Только не для электронов, а для У-кварта. Для электронов надо отдельно, у них другие электрические заряды. Ну давайте для электронов найдем. У него проекция за спину минус одна вторая. Видно? А у нейтрино плюс одна вторая. Улево. То есть пишу для электронов. У него заряд минус единица. Проекция за спину минус одна вторая. И тут стоит Y, L, ну я не знаю. Хотите, пишите вот так. Так. Поэтому у него будет гиперзаряд равный минус единица. Да? Ну да. Можем проверить теперь через нейтрино. У нейтрино электрический заряд 0, проекция за спину одна вторая. А гиперзаряд должен быть один и тот же. Значит тут у нас получилось, что этот Y равен минус единице. Да? Ну минус единица подходит. Ну поэтому вот то, что здесь стоит у электронов. Вот тут будет стоять число минус единица. Вот это. Понятно? А у кварка будет стоять на этом месте одна треть. А, например, у правого, у кварка, у него этого не будет. А какой у него гиперзаряд надо отдельно смотреть. Пишем. У него заряд электрический две трети. И за спину ноль. Значит у него Y правый пополам. То есть у него гиперзаряд четыре трети. Это у правого у кварка. Он не такой, как у левого кварка. Вот у этого гиперзаряд четыре трети. А у этого одна треть. И за спину ноль. Это вообще совершенно разные числицы. Ну и у остальных точно так же можно найти. У правого D кварка. И вы пишите заряд минус одна треть. И за спину ноль. Это U. Это D. Правый. У него гиперзаряд минус две трети. Ну вот так вот. Все квантовые числа определены. Однозначно. Поэтому вот этот кусок лавранжиана полностью, как видите, забит. И какие тут есть свободные параметры. Только три константы связи. Сильная константа с глионами ЖС. Константа взаимодействия с тремя WG. И с B-мезоном. С этим. Как его назвать. Векторным B. G-штрих. Все. Тут свободных параметров больше нет. Калибровичная ориентность – это сила. Продвижение для корма. Уровень и гиперзарей. Калибровичная ориентность. Уровень и гиперзарей. На совмещение, чтобы не обитомат или декларка. Не, не. Это… Мы ее выведем. Позже. Я же вам рассказал. Дело в том, что вот эти поля, которые сюда входят, три штуки W и B, это не есть прямо наблюдаемая частица, вернее так. Из этих трех W то ли так, то ли, по-моему, еще динамировку вот так. Вот это будет наблюдаемая W плюс W минус векторные бозоны. А вот этот третий, он не есть Z-бозон нейтральный, а поля P не есть фотон, а Z-бозон и фотон являются линейными комбинациями из вот этих двух полей. Мы это все найдем, прокручиваем и потом, когда вы найдете, что фотон является вот такой-то определенной линейной комбинацией из этих двух, то тогда констант взаимодействия фотона, который есть электрический заряд Q, она вырисуется через линейную комбинацию вот этих констант J и J-стрик. И туда были вылетим эту форму. Заряд электрический будет линейной комбинацией из этих двух зарядов. Мы ее вылетим, я вам просто ее даю, ну так сказать, как удобную, можно обратным ходом. Я мог бы эти гиперзаряды просто задать руками сразу. А потом бы мы вывели из них всего равные электрические заряды. Но гиперзаряды я не помню, а электрические помню. Поэтому я обратным ходом нашел гиперзаряды. Понятно? Хотите? Можете сказать так. Предпишем вот такие гиперзаряды, вот эти у нашего вся фермиона. Ну и пожалуйста, это будет тоже правильно. Так. Теперь. Если бы это было все, то эта теория никуда не годится. То есть обратите внимание. Про глионы я больше говорить не буду. Они какие есть, такие есть. Это КХТ. Вот новая часть. Сюда входят четыре векторных поля. Три W и B. И они все безмассовые. Калибровочные варианты требуют, чтобы калибровочное векторное поле имело массу 0. Нельзя сюда дописать члены типа M2 на Bμ2, который даст массу 0. Это калибровочное неинвариантное выражение. Нельзя вести массу вот такую стандартную, но она не дает калибровочные варианты члены. Поэтому они все должны быть обязательно безмассовые. Но, допустим, даже B каким-то образом отчислил безмассового фотона. На три безмассовых W в природе нет. В природе есть W плюс-минус с массой 80 кг и Z0 с массой 90 кг. Массы довольно большие. Мало того, эти кварки и лептоны, которые у нас сюда входят, они тоже безмассовые. Эти все варианты производные отписывают только в взаимодействии с векторными полями. Так? А массы пока у парковых нет пока же. Давайте попробуем обвести массу. С калибровочными полями ничего сделать невозможно. Я не могу обвести массу типа квадрата потенциала на некалибровочный вариант. Как с этим, как эта проблема будет решаться? Мы ее решим, конечно. Иначе вот это все надо просто выпросить. Но с кварковыми массами отдельная проблема. Ну, например. Попробуем ввести массу к какому-нибудь данной дешевле. Это относится и к кваркам, и к лептонам. Ну, мне все равно вот это добре. Да? И тогда я могу попробовать написать ку. Ку. Ну, свернуто я боюсь. К левой, в смысле. Да? В чем это плохо? А, плохо чем-то равно 0. Подставим его жильем через вот эти проекции. Значит, ку левой, это единица минус гома 5 на 2. Ку. А ку с чертой левой, это ку с чертой четырёхкомпонентная. Здесь это единица плюс гома 5 на 2. Мы только что-то писали. А теперь сверните. Это произведение равно 0. Нельзя руками ставить массу, она не получается. Вот такая масса, она не проходит. Из левых её не сделаешь. Вы же помните, что след с массой, он имеет в вид все левые на все правые, ну, все правые на все левые. А только из левых масла не сделаешь. Вот из левых только, можно сделать только как вариант на производство, то есть гомага маслицы. Да? А масло сделать только из левых нельзя. Поэтому ввести кварку или тонну масла мы тоже не можем. Это уже полное получается безобразие. Ну, казалось бы, она настолько глупая теория, да? Но ни в какие вороты она нам не нужна. Да. Так оно и есть. Вот пока ничего к этому не добавили, она никуда не годится. Придётся что-то добавить. Добавляется ещё столярное поле. Называется поле Хиггса. Это комплексно из-за дублей. Это дублей такая зона. К плюс, К 0. Но комплексно. Поэтому есть ещё физопряжённое. Но я не знаю, как его обозначить. Вот так прямо что-либо. Это Фи- и антифенол. Вот это, Фи- плюс, это комплексное поле. И Фи- 0 комплексное поле. Это 4 степени свободы. Понятно? Фи- это аналог 4 К амизонов. К плюс, К минус, К 0, антиканол. Для наглядности. В смысле из-за спины. Это комплексное задумление. Так. Ну и надо его добавить. А спина у него 0. Это скалярная поле. То есть добавляем. И так. Это его кинетический член и взаимодействие с векторными полями. Через кавариантную производность. Чтобы это было калибровочный вариант. Сейчас мы её распишем. По общим правилам. Как она выглядит. Для фиксового оборота. Давайте я её сделаю. Пожалуйста. Давайте. Значит. Дэфи. Ну по общим правилам. Кавариантная производность. Напишите. Так же как аналогично этому. Без вариантов. Значит. Я пишу. Подразумеваю. Что вот это будет тот вид. Который действует на поле Фи. Явный вид зависит от того. Какие квартовые числа. И от этого она по разному взаимодействует. Он действует с калибровочными полями. Значит. Цвет. У боли Фи. Где она тут. Оно бесцветное. Поэтому с глионами оно не взаимодействует. Но у него если за спин. Одна вторая. Это из-за дублет. Вот. И гиперзаряд. Гиперзаряд. Я тут его нарисовал заранее электрические заряды. Потому что я гиперзаряд не помню. Еще раз повторяю. Вы можете задать руками гиперзаряды. А потом когда мы все это до конца доведем и найдем какая комбинация является фотоном. То по определению мы получим электрический заряд. Как комбинацию из этих двух зарядов. Ну и тогда если вы заранее задалите гиперзаряд. И из-за спин вы задали. Вы получите как вывод электрический заряд. Но я сейчас делаю просто наоборот. Потому что я не помню эти. А зато помню эти. И я задаю этот. И отсюда восстанавливаю его из-за одной крутой гиперзаряд. Понимаете? Дело вкусно. То же самое с ФИ. Электрический заряд у него вот такие будут. Отсюда мы найдем какой у него гиперзаряд. Ну например ФИ плюс. Значит у него электрический заряд единица. Плюс. Дальше. Это верхняя компонента из-за дублета. Поэтому третья проекция из-за спина. Плюс одна вторая. Ну и теперь мы пишем УФИ пополамо. Поэтому У у него будет единиц. Видно? Да. Ну всё. Теперь я могу писать его как вариант этого производства. Пользуя спину он такой же как Кларк. Как левый Кларк. Из-за дублета. Поэтому это будет точно так же выглядеть. Ж. Тауапо. Баланс. До ВВА. А гиперзаряд у него единица. То есть тут будет стоять Ж штрих. Одна вторая. Вмю. Вот так поинтействует. Ковыряно. Производная на полисе. По общим правилам. А это сопряжённый. Этот вид однозначно забивается калибрующной инвариальности. Как обычно. Но. Тут есть ещё кое-что. Есть самодействие в поле Си. Январянное должно быть. Ещё раз повторяю. Вот мы попробовали для Кларк-Леона что-то ещё сюда можно запомнить или нет. Ничего не получается. Для Кларк-Леона калибрующая инвариально запрещает написать им массу. Для Кларка то же самое. Только по другому. По причине керальности. Что. Ку-левая. Ку-левая. Будет калибрующая инвариально. Но это равно нулю. Для правого Кларка то же самое. Это калибрующая инвариально свёртка. Но она тоже равна нулю. Не получается ввести массу. Калибрующая инвариально не может. А для Фи можно ввести. Я могу написать. Минус. Мю квадрат. Фи. Фи. Свертка. Когда индекс не пишется. Подразумевается свёртка. Это будет масса. Но в смысле что это член квадратичный попой. Ещё можно написать самодействие. Типа например. Фи четвёртый. Фи сопряжённое Фи. Это инвариант. Это понятно? Он инвариант. По вот этому хозяйству. А поэтому он вообще не знает. Что это такое в нашей Фи бесцветной. Фи четвёртый. Ну поэтому любая функция. От этого Фи свёрнутого. Фи сопряжённого. Это инвариант. Фи четвёртый. Но я пишу только Фи четвёртый. Нужны члены типа Фи шестой и выше. Они уже дают неперенормированную теорию. С ней невозможно. Поэтому вот это общий вид, который можно написать в России. Фи четвёртый. Фи четвёртый. Фи четвёртый. Вот. Появляются два дополнительных параметра. Два. Лямбда должно быть положительным числом. Чтоб теория была стабильнее. Это потенциал. Это понятно? Это только минус. Фи четвёртый. Фи четвёртый. Минус потенциал. Фи четвёртый. Поэтому потенциал. Это будет. Вот эти два члена со знаками плюс. Так? Вот потенциал рассматриваем. Как функция. Вот это квадрат модуля Фи. Вот это. Так? Если нарисовать график. Фи четвёртый. Вот сюда положить. Ну. Прямо вот этот вот можно, например. А можем корень из него отложить. Это квадрат модуля. А корень будет просто его модуль. По величине. Ну и тогда. Нам нужно, чтобы теория была стабильной. Это значит, что когда Фи очень большой. Этот член будет главнее, чем мы. Потому что он Ти четвёртый. Это Си будет график. И тогда нужно, чтобы потенциал был вот так. А не сваливался вниз. Если лянда будет противоположного знака. Понятно? Чтобы он не пускал Фи уходить. На бесконечность. Тогда он провалится. И дна не будет. Не будет основного состояния. Поэтому лянда забивается. Просто очевидным образом. А вот эта константа. Она не забивается заранее ничем. И с ней у нас будет много разговоров. Пока это произвольный параметр. Так. Ну только в естественном. Чтобы на граждан был армитерский. Так. Это что касается взаимодействия Фи. И его взаимодействия с львовами. Но это не всё. И всё последний кусок состоит из взаимодействия Фи. С материи. С кварками и лептоном. Значит как написать взаимодействие. Чтобы оно было калибровочным вариантом. Ну пробуем. Значит например. И опять таки есть условия перенормированности. Теория. Поэтому мы будем писать взаимодействие. Типа например. Фи. Пси четвертой. Пси. Тогда уже размерность этого оператора. Мастер четвертый. Так. И при нём константа будет какая-то безразмерная. Это всё перенормировано. Но если вы напишите что-то более высокой размерности, чем 4. Вот так же как здесь. Например. Физиль в куме. Это уже оператор размерности 6. Принём константа по размерности будет уже выглядеть вот так. Чтобы в огражении это имело размерность 4. Это уже не перенормированное взаимодействие. Ну и это относится ко всему. В том смысле что. Операторы уходящего огражения. Для того чтобы теория была перенормирована. Должны быть не выше чем 4 размерности. Могут быть 2, 3, 4. Но не выше. Вот это уже 4 размерности. Размерность Пси. Пси. Тройка. Мастер куме. Размерность Пси. Мастер куме. Ну видно отсюда. Чтобы это было размерности 4. Это же ДРПДХ. Это уже 2 массы по размерности. Значит и ФИ должно давать. Ну. Стандартно. Понятно? Возможно. Возможно. А если размерность пространства будет увеличить? Возок будет. Будет только хуже. По ультрафиолету будет только хуже. Возок. Потому что у вас идут петли. Которые имеют в видь ДНК. При интервью они появляются. И чем выше размерность пространства. Тем сильнее в ультрафиолете она начинает расходиться. Так что будет. С уменьшением размерности по ультрафиолету будет только хуже. А по инфракрасе будет лучше. При малых гад. Будет давить инфракрасе. А ультрафиолет будет ухудшать. Да. Так вот. Только такого типа. Юкалское называется взаимодействие. Фирмиона со скаляром. Можем добавить. Но только теперь надо уточнить. Так чтобы это было калибровочное норе. А не в чем попало. Мы начинаем. Уже аккуратнее. Такого типа. Юкалское взаимодействие. Только теперь надо обеспечить ему калибровочный нарядный вид. Ну например. Берем какой-нибудь. Левый дублет. Так. Я ему для ясности. Напишу сюда. Изотопический индекс. Который равен раз-два. Это вот это. Это дублет. Раз-два. Так. Теперь мы уже видели. Что свернуть его с левым сопряженным. По индексу. Да. Это ну. Негатив. Поэтому. Свернуть этот индекс можно только с хи сопряженным. Вот так. Это тоже изотоплет. Только с обряженным. И вот это есть изотопический инваляр. Но это не лорискаляр. Это сервион. А это скаляр. Поэтому сюда нужно поставить что-то. Чтобы сделать лорискаляр. Но чтобы изотопитель при этом не испортился. Ну тогда надо изотоплет сюда поставить. А именно. Например. У правой. С чертойки свернуть по лорискаляр. Чтобы это был лорискаляр. Понятно? Но я могу теперь это расписать. Вот это будет. Если хотите спинновый индекс альфа. Который равен. Раз, два, три, четыре. Это директорский спинновый. А это распишем по компонентам. Фисопрошенный. Это вот такая строчка. А кулевый. Это у нас вот такая. Столбец. И тут будет. Вот это тоже его спинновый индекс. Этих шермионов. И этот спинновый индекс. Сворачивается с этим спинновым индексом. В лорискаляр. Понятно? Это весь тифа. И чертойки свернутая по индексу. Вот. И еще тут. Новый день. А то что это дублеты. Расписано уже жильем. Вот так. Ну и да просто сумма. Это будет. Фи минус. У левый. Плюс. Антифенолин. Делевый. Ну вот что это такое. Это лорискаляр. Из-за скаля. Это видно на глаз. Но единственное еще что не видно на глаз. То это должно быть инвариантом по гиперзаряду. То есть. Гиперзаряд вот этого члена должен быть равен нулю. Чтобы он был инвариантен по поворотам у. Понятно? На гранжан должен быть инвариантен. Поэтому суммарный заряд этого члена должен быть равен нулю. Ну проверяем. Гиперзаряд кваркалевого. У нас было одна треть кажется. Так. Гиперзаряд. У правого. Был. Посмотрите. Я уже сделал. Это. Четыре третьих, что ли? Четыре третьих? Четыре третьих? Ну тут смотрели сопряженные. Это минус четыре третьих. И гиперзарян Фи у нас был единица, по-моему. Да? Ну, значит, по сопряженному минус единица. Что-то не получится. Ну, не получится. Значит, неправильно, не годится такой. Это не синглет по гиперзаряду. Тогда попробуем атаку. Вместо У поставим Д. Какой гиперзаряд у Д правого? Минус две трети. Это вместо одной трети, да? Так, что-то еще хуже. А, нет. А у сопряженного Д будет плюс две трети, да? Все равно не пошло. Вы можете через неделю собираться и все получится. Что? Вы можете через неделю собираться и все получится. Сейчас, нам осталось буквально это место проверить. Зачем ждать неделю, когда это применять? Так, еще раз. Значит, у кварка левого гиперзаряд одно трети. У Д-кварка правого, а какой гиперзаряд? Ну, проверим еще раз. Значит, у него электрический гиперзаряд. Минус одна трети. Дальше у него из-за спин ноль. И вот это его гиперзаряд. Значит, равен минус две трети у Д правого. Здесь он входит сопряженный. Поэтому это будет плюс две трети. А у Фи сопряженного минус один из. Вот теперь складывается на ноль, это то, что надо. Поэтому вот этот шлем подходит. Он удовлетворяет всему. У него гиперзаряд ноль. Изотопический синглент. Лоренс Коляха. Все. Тут ему можно поставить какую-то произвольную константу взаимодействия. Ну, назовем их. Я не знаю. Ф1 пока временем. Так? Ну, можно проверить и по-другому. Конечно, электрический заряд у этого шлема тоже должен быть целый район нуль. Не только гиперзаряд, но он сам собой получится. Проверяем. Электрический заряд, например. Вот это. Две трети. И тут минус единица. Это будет минус одна треть. А у этого плюс одна треть. Правильно. Теперь. У этого. Минус одна треть. У этого ноль. У этого плюс одна треть. Он в целом электрический нейтральный. Оба члена. Все правильно. Это один из примеров. Так. Что вот можно взять левый квадрат. Вот так сверкнуть с хексом. И сюда написать правый Т. И это возможность с ним лагражения. Так. А я напишу еще вот такую вещь. Вот для группы SU2 есть еще один вариант сделать изоскаляр, используя антисиметричную эпселя с двумя индексами, которые есть в группе SU2. Понятно? Только надо на эти индексы улучшим отапливаться. Вот это тоже засимплик. Сумма по ESG раз в два. Ну я уже не буду. Проверьте дома, что этот член тоже с ним удовлетворяет. Он нейтральный, но инвариантен по всем зарядам. У него будет какая-то своя константа. R2. Вот для кварков можно ввести только вот таких два видов взаимодействия с хексом. Других вариантов вообще нет. Так? Ну и аналогично для лептона. Только у лептона будет здесь стоять вместо Q будет стоять R левая, а вместо правого будет стоять или это, или это. Просто переобозначения будут выглядеть точно так же. Но только со своими другими константами. Ну и поэтому посмотрим опять сколько у нас получилось разных параметров на одно семейство. Вот на первое семейство. Вот тут у нас без хексом было всего три константы связи и все. На всех. На все три семейства между прочим. А вот тут с хексом посыпалась целая куча новых параметров. Во-первых, его два собственных параметра взаимодействия. И во-вторых, основное количество свободных параметров югавских. Вот два параметра взаимодействия кварковских сом. И еще таких же два параметра взаимодействия вендорновских сом. Ну и что? Это на одно семейство. Но на второе семейство параметры вот эти, они могут быть производными. Они ничем заранее не забиты. Поэтому на каждое семейство, первое, второе и первое кварки, третье или в доме там даут. Свои параметры в один, два, три, четыре, пять, шесть их. Они размножаются производными. К сожалению. Потому что это не калибровочная симметрия. Понимаете? Это югавское взаимодействие. И в отличие от вот этих вещей, которые забиты жестко. Тут можно ставить любую констанцию связи. Она ничем симметрии не забивается. Поэтому можно пересчитать, сколько это всего параметров. Значит, три константы связи раз. И вот эти два, это уже пять. На одно семейство добавляются четыре константы. Две кварковых и две электронных. Лучше наоборот. Значит, начнем с югав. На одно семейство идет четыре константы. И три семейства. Это двенадцать параметров. И еще два. Четырнадцать. И еще три константы. Семнадцать. Вот. Это пока все. Но тебе спрашивают, а чего мы там имеем? У нас были проблемы с тем, что все наши веактивные поля безмассовые. Все кварки безмассовые. Мы добавили югав. А марш в этом не появились. Все равно это никуда на вид не годится. Для чего мы с этим возимся? Ставим на сегодня точку. Если бы это никуда не катилось, мы бы с этим не водились, как вы подразумеваете. Так что ситуация поправима, но она поправима не тревянь. Так. У меня на сегодня все. Какие еще есть вопросы? Тогда в следующий раз решаемся. По расписанию. Еще вопросы. Но тогда пока все. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо.